Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорит же, что показушность является малым ширком, то есть тот человек, который, то есть показушность и хуком его какой будет, то есть можно ли будет его считать, какой хуком, да, потому что там даже есть, например, аят, например, например, тоже, видел ли ты того, кто избрал своим Господом себе, свои страсти, то есть это тоже как вот хуком именно. Башаллаху алейхи вассалям, что спросил, он говорит, если, например, ар-ия, вот как сказал, что ар-ия, показуха, это малый ширк, потом тоже тот, кто для себя взял в виде Господа свои страсти, то есть можно ли его назвать неверующим или можно ли его назвать мучриком и так далее, какой его хуком, вообще есть такое понимание, то есть не каждый, например, кто совершает куфр, он кафир. И не каждый, кто совершает бидиа, он мубтадиа. Есть фарк, есть разница между бидиа, вот табдиа, аль-куфр, вот табфир и так далее, то есть между этим разница есть. Любой вопрос, чтобы человека вывести из ислама, и на этом у нас даже на, по поводу, это сейчас не относится к вас, это параллельно, мы сейчас, скажем, 6-7 лекций было, как раз я где-то 2,5 года готовил, ездил к шейхам в Катар, в Саудии и так далее, готовили вместе эти, опираясь на акваль-уламана, опираясь на высказания ученых, на всех ученых, там, разных, так скажем, мадхабов, то, что вот эту вот тему такфир, то есть мы должны понимать, перед тем, как сказать человеку, там, ты неверующий и так далее, это очень опасно. Почему? Потому что невозможно просто так, когда ты видишь, что он совершает, даже если он совершает ширк, если ты его застал, что он совершал, какой ширк, нельзя его назвать мучриком, пока не будет до тех пор, пока на него далиль какой-то, то, что он совершает ширк, ты не приведешь и отдалив все сомнения. Может быть, он стоял там хауфан, например, из-за того, что боясь он сделал этот такой или иной ширк, как Аллах сказал, то есть тот, кого заставили, а его сердце было спокойным, то есть почувствовал спокойствие на вере, на имане. То же самое, например, человек, когда может быть, он сделает по джахлю, по незнанию что-то совершает. Потом, может быть, его устазы, его улема его так обучили, это тоже. То есть бывает человек, какой-то совершает грех по незнанию и так далее, например, Усмин бин Маджун, например, во время проведения Умра бин Хаттаба, он выпивал, когда выпивал алкоголь, пришли люди, пожаловались на него, то, что он пьет алкоголь. Как так, говорит? Уже посмотрите, уже прошел порог Мухаммада, потом был Абу Бакар, потом был Умар, уже много прошло. Как он говорил? Когда его привели, почему ты пьешь? Он говорит, алкоголь это халаль. Это куфр или не куфр? Куфр, когда Аллах запрещает его в Коране. Но, однако, он не понял айя, он что сказал? Есть ая в Коране, где Шевишн Аллах Субхану А.Т. говорит То есть нету на тех, которые уверовали и делали благие дела, на них нету спроса в том, что они кушают, принимают в пищу. И тогда он взял это айя, он говорит, я уверовал и делаю благие дела. То есть поэтому, я могу все принимать, пищу и пить и так далее. Хотя он не знал, что этот аят Мансух, то есть он стал уже Мансухом и был не способен до того, как Аллах не спасал аят Хамр, до того, как Аллах запретил алкоголь. Поэтому он по незнанию это сделал. Или, например, Хамза, рада Аллаху А.Т. в его время, когда Али ибн Абиталиб, у него были две верблюдицы. То есть он на этими верблюдицами зарабатывал деньги. То есть там отправился в путь, давал их в виджар, давал их в аренду. И когда Хамза, рада Аллаху А.Т. до того, когда Аллах запретил алкоголь, он знает, что арабы очень много выпивали. Когда последний даже аят пришел, когда Аллах запретил пить алкоголь, они взяли бочки с винами и вылили на рынке Медина. И именно отсюда тоже ученые говорят, что Хамр, как Аллах в Коране говорит, ричс, но однако есть ма'навы ва хисси. То есть не такой Хамр, то есть спирт, алкоголь не такой, который пачкает, а он именно по смыслу, то есть нечистота. Например, неверующий, тоже нечистота, но ты до него дотронешься, не значит, что тебе надо омовение обновлять. То же самое, если бы была бы нечистота, от которой нужно мыть там тело, то бы сахабы не вылили бы на рынке Медины. И Хамза, рада Аллаху А.Т. был пьяным, и когда пришли к нему певицы, когда петь, он хотел их наградить. И что взял эти две верблюдицы, вырезал сердце и подарил им, вот это вам тебе подарок. И печень тоже вырезал, подарил, это от меня подарок. Тогда Али ибн Абитальев сказал, что ты сделал, говорит. Это говорит, который посланник Аллаха, салаллаху А.С, он мне дал, это наши верблюдицы. И он что сказал? Поистине, ты иннама анта во Мухаммад, абдан ли оби. Говорит, ты Мухаммад рабы моего отца. Это кафр, кафр. Но однако, когда он пришел к посланнику Аллаха, салаллаху А.С, пророк Мухаммад, салаллаху А.С, сказал, заплати просто за верблюдец, и не сказал, не вывел его из ислама. Почему? Потому что он совершил это по незнанию, когда у него не было Акля. На тот момент, до того, как Аллах запретил пить хамр. Отсюда мы что понимаем? Чтобы человека, например, даже если он сделает явный щерк, нельзя на него назвать, что он мушарик. До тех пор, пока ему не придет увещеватель. Мы не наказывали до тех пор, пока ему не посылали посланника. Тот, кто бы ему объяснил, разъяснил даже фараону, фираону, который сказал, я ваш великий Господь. Аллах, Субхану А.С, послал Мусу и Гарун, сказал, Но если человек совершает щерк, зная при этом, и его вопрос был уже, потому что человеку сказать, ты мушарик, что подразумевается под этим словами? За ним намаз читать нельзя. Его пища, которую он рыжет, не халяль. От него мираст получать нельзя. И от него наследство получать нельзя. Он не берет наследство. Он не дает наследство. Его гусель ему не делаешь пересмертие. В кафе его не заворачиваешь. Не хоронишь вместе с мусульманами. За него два андела. Это, я тараттеп аля, я ща кетиры. Потому что на это много другие вещи опираются. Поэтому эти вещи, чтобы назвать человека, например, по тому или иному действию, что он, например, неверующий, потому что он, например, таба аль-хауа, потому что он пошел своими страстями. Или, например, он занимается показухой и так далее. Если его назвать мушариком, это нельзя. Потому что его вопрос должен подняться в шариатский суд. И там и уже разбираться. Уже его призывать. Чтобы его вывести, так скажем, из религии. Это раз. Второе. Вот эти вот вещи, кто следует за своими страстями и делает рия. Эти вещи, знаете, это из каких ширка? Почему называется малый ширк? Это называется малый ширк из-за того, что он не вагер. Потому что нельзя его увидеть. То есть, например, мы думаем, что человек совершает показуху, а он не такой. То есть, это нам так кажется. Это возвращается к его сердцу. Или то же самое, следует за страстью или нет. Нам кажется, что он следует за своей страстью. Но это именно не страстью. Он как бы так думает. То есть, это не видно, так скажем. Это баатин вуалейся вахер. Это внутри, а не снаружи. Поэтому мы отсюда как бы не можем даже. Со второй стороны его назвать, что он совершает ширки и так далее. Это может быть нам казаться. Но, однако, это не так. Например, мы говорим, что он совершает ширк. Например, если он идет, к примеру, идет и у могилы просит дуа. Это ширк. Захир или ширк. Но назвать его мучерик, это уже другой вопрос. Может, он не знал. Может, ему так объяснили. Может быть, он так понял. Может, неправильно понял айя. Как Афмад бен Маз'ун. То есть, много есть вообще вещи. Как бы... Найдите своему брату 70 оправданий. Перед тем, как вы его в чем-то обвинить. То есть, с ним нужно что? Посидеть. Мунакаша должно быть. С ним обычно такие вопросы как? Обычно такие вопросы делаются. Рассматриваются в шариатском суде. Например, человек Ахасавиршу-ширк. Его не сразу, как бы, муртад, чтобы объявить его, что он отошел от риги или нет. Нужно ему с ним посидеть и пообщаться. Ученые должны его выслушать. Может быть, он неправильно не понял. Объяснить. Даже после этого Юстатаб дает ему время на табу. Обычно хабалийский, маликийский, шафиайский сколько дают время? Три дня. Самые суровые ханафиты говорят от намаза до намаза у него время. Чтобы того бы вернуться. Аллаху амин. Ну, конечно, эти вещи, это тоже, как бы, они не присущи. Вот это рия и так далее. Опять же, чтобы этого не было, рия, вот как я сказал, опять же, вот эти показухи и так далее. Это опять же, что возвращаемся на ля-иллах и на Аллах. Когда мы познаем истину, кто такой Аллах, и ради чего мы делаем то или иное дело. Ради показухи, ради людей, любое дело или ради Аллаха. То есть мы должны понимать, даже если шайтан нашептывает, то мы должны понимать, люди, что с тобой могилу не лягут, ты от них награду не получишь, только от Аллаха. Поэтому лучше всего некоторые вещи, они самые искренние вещи в шариате, это такие, о которых знает только Аллах. Поэтому я всегда говорю самому себе в первую очередь. И братьям тоже говорю, что у каждого из нас, братья мои, хотя бы одно дело должно быть. Одно дело хотя бы должно быть. Вадия, скажем, это то, с чем мы встретимся с Аллахом, чтобы никто об этом не знал, кроме Аллаха. Например, кто-то там смотрит Адаму Мискина, к примеру возьмем. Кто-то там, например, ночные молитвы читает, кто-то еще, чтобы никто не знал, ни семья, ни жена, ни супруга, ни дети, ни родители, чтобы только знал Аллах. И здесь проявляется твоя искренность, здесь ты приближаешься ко Всевышнему Аллаху.